Обитателям рая в их пользу взыщется обитателей ада. То есть, если верующий человек притеснил, совершил беззаконие, какую-то обиду, незаконную нанес неверующему человеку, то с него будет это взыскание в пользу этого неверующего в судный день. То есть, никто не останется вот так вот, чтобы на нем висел какой-то зульм, какая-то обида, причиненная кому-то несправедливой, какой-то беззаконие. И в том числе, конечно, это между верующими в отношении друг друга. И поэтому пророк Алей-Саратов говорит, что люди будут собраны, будут собраны люди в судный день, ногами, необрезанными. Люди спросили, что такое бухма, пророк Алей-Саратов. А потом возовет к ним Аллах, Субханава Таалю, голосом, который будет слышать далекие, так же, как слышат близкие. И не подобает никому из обитателей ада войти в ад, если на нем висит какой-то зульм, какое-то беззаконие в отношении кого-то из обитателей рая, пока я не взыщу с него его право. И наоборот, не подобает никому из обитателей рая войти в ад, если на нем висит какое-то беззаконие в отношении кого-то из обитателей ада, пока я не взыщу с него в его пользу. Даже пощечина, даже удар пощечина, хорошо, даже за это. Люди сказали, как у посланника Аллаха, если мы придем, как было сказано, ногами и необрезанными, и без ничего. И пророк Алии Саратов сказал, будет расчет посредством благих деяний, хасанат, и посредством злодеяний. То есть, благодеяние будет отдаваться, хорошо. Если нет у человека благодеяния, который может рассчитываться, то на него, наоборот, будут вешаться злодеяния, которые совершил тот человек, в отношении которого он совершил какое-то беззаконие. Поэтому, это важный тоже пункт Алии, это вера во что в кисас, что то есть во взаиморасчет между творениями, воздаяние друг другу, восстановление попранных прав, сказано даже между муравьями в отношении друг друга, как между людьми, так и между животными. Поэтому, очень важно все время помнить о том, чтобы не совершить зульм, какое-то беззаконие в отношении кого-то. Рукой ли это, словом ли это, даже взглядом ли это, или даже помыслами. Как ты думаешь о человеке, что ты подумал о нем, какое намерение ты ему приписал. Всякий раз, когда язык собирается произнести какое-то слово в отношении какого-то человека, нужно подумать. Когда думаешь о человеке что-то, нужно подумать, чтобы не совершить зульм. И если в отношении животных человека будет взысканно, сказано, вы знаете, в хадисе, что женщина, она войдет в адский огонь, из-за кошки, своей кошки, которую она привязала, и не кормила ее, и не отпускала ее, чтобы она могла поесть что-то, сама найти какую-то себе еду, пока та не умерла. Даже посягание на животных, это грех. Женщина, представьте, в огонь вошла из-за этого. Тем более, если это право человека, если это право верующего человека, право мусульманина, тем более. Поэтому мусульмане должны верить в хейсас, в судный день. Мы почему говорим, что мы должны верить? Просто чтобы знать, просто верить. Нет, это еще должно влиять на его деяние. Аллах, Субхану Аталию, обязательно проведет хейсас, вот этот взаиморасчет, и взыщет собитчика в пользу обиженного. Будь то люди, животные или насекомые. И это касается, мы сказали, не только между верующими вопросов, это касается и поведения мусульманина в отношении неверующего человека. Поэтому Проколей Сарат Устан так предостерег от посягания на немусульман, которые живут с тобой, да, в твоей стране, или ты живешь в их стране. Сказано, Макатар Магадан, на мерех, райхатаджан. Это кто убьет Магада, тот не почувствует даже запах рая. Почему? Потому что он Маасум, потому что его жизни, его имущество, они неприкосновенные. Это вот важное правило. Аят указывает на что? Что призывающий к Аллаху, он должен начинать прежде всего со своих близких, со своей семьи. Аллах Субханна Талли говорит, Проколей Сарат Усалям, увещавай твоих ближайших родственников. А то, что делают некоторые люди невежественные, оставляют своих близких, своих домочадцев, своих родственников, которые, жители своей местности, которые находятся в заблуждении, пребывают в многобожии и едут куда-то далеко, за тридевять земель, едут туда, чтобы призывать людей. В то время, как свой народ и свои близкие, свои родные, иногда своя мать, свой отец находятся в неверии или в грехе. Это несовместимо с сунной, это противоречие сунне пророков, пророка Мухаммада, саллаху салям и всех пророков, начинают со своих близких. Неужели вы приказываете людям благочестие, оставляете самих себя, в то время, как вы читаете Писание, неужели вы не разумеете, говорит Аллах Субханна Талли? Итак, Ибрагим начал со своего отца. Ибрагим начал со своего отца.